В конце октября вы заняли новую должность, должность советника, директора Федеральной службы войск Национальной гвардии. То есть это силовая абсолютно структура. Традиционно считается, что не то что квоты, а вообще было табу на работу в силовых структурах евреев. То есть люди с пятым пунктом. Вам вообще приходилось сталкиваться когда-либо в своей жизни с антисемитизмом? Ну, в той или иной степени приходилось, но... Когда в советское время, то есть в школьные годы. Ну, знаете, ну, так или иначе, приходилось, конечно же, но никогда это не носило какого-то критичного характера. То есть, да, мне, безусловно, встречались люди, исповедующие юдафобские взгляды, но сказать, чтобы это как-то мне мешало в жизни... То есть это на карьере не отражалось никогда? Нет, знаете, я помню очень хорошо, когда я избирался первый раз депутатом, первый раз избрался, я избирался депутатом по одномандатному округу, от Нижегородской области, от самой северной ее части. Как раз там, где живут староверы, старообрядцы, они ушли туда после расколов, за Оржские леса, и все, извините, неправильно сказал, очень многие тогда говорили Хинштейн, чтобы он избрался старообрядцев. Да-да, я помню эту историю. Но, тем не менее, я проработал там длительный период, и хочу надеяться, что люди, ну, в большинстве, по крайней мере, не пожалели о том, что я был их депутатом. По крайней мере, я продолжаю, несмотря даже на свое нынешнее качество, я продолжаю получать и письма, и обращения, и главы районов по-прежнему звонят не с теми или иными проблемами, потому что им жизнь продолжается, и нужно им помогать. Я стараюсь это делать. Поэтому в моей карьере, в моей жизни, в моей судьбе национальное происхождение не сыграло никакой негативной роли. Ну, а что касается прихода на службу в Росгвардию, ну, честно скажу, я скептически воспринимаю тезис о том, что есть какие-то национальные, пропорциональные ограничения в работе силовых органов, по крайней мере, сегодня. В советское время, возможно, так и было. Хотя даже, как вспоминают ветераны, в первом главном управлении КГБ в разведке, там была квота, там должно было быть несколько евреев, потому что необходимо было... А должно было быть несколько? Да, да. То есть там была такая квота. Ну, так, по крайней мере, пишет покойный начальник ПГУ, Леонид Иванович Пешибаршин. Сегодня этой проблемы нет, по крайней мере, опять же, повторю, я не чувствую. И мне кажется, и это очень хорошо, что в сегодняшнем обществе, во власти сегодняшней, ну, я имею в виду людей там мыслящих, мы не берем сейчас с вами тех, кто находится за гранью, вопрос национальной принадлежности, он вообще не стоит. И в этом смысле, мне кажется, что стоит гораздо больше вопрос национальной идентификации и самоидентификации. Потому что Россия уникальна во всех смыслах страна. Это единственная страна на земном шаре, в котором бы одновременно находилось такое количество совершенно разных этносов, считающих, тем не менее, Россию своей исторической родиной, своей страной, где на протяжении многих веков поколения жили. И это такой плавильный котел, в котором появилась, наверное, своего рода новая единая нация. И, понимаете, я считаю, что здесь вопрос, кем ты себя внутренне ощущаешь.